Привет всем, у микрофона Хомиш, и как вы думаете, почему у этого выпуска новостей технологий такой вот громкий заголовок? Как именно Intel соврали? Кого они подвели? И что за хитрости с тестами 12900K? Именно на этот видос я намекал и в прошлом, и в позапрошлом выпусках новостей. Но, как я и говорил ранее, по каким-то моим личным приоритетам, я вначале решил рассказать про видеокарты, потом про AMD, и вот наконец добрался до Intel. В этом выпуске, помимо настольного 12-го поколения, мы затронем еще и мобильный 12900HK, а также поговорим про технологию Xie SS, ответ на DLSS от синих. Само собой, для удобства взаимодействия, видос разбит. Наглавы и ребят, обязательно проверьте подписку на канал, а также ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, дабы узнавать обо всем интересном раньше остальных. Я не сомневаюсь в том, что прямо сейчас кто-то пишет в комментариях о кликбейтности этого заголовка, или например о том, что я вначале говорю, как Intel тащат, как все круто, а тут указываю, что они соврали и некрасиво поступили. Но честно ребят, я уже устал повторять, всем компаниям, хоть AMD, хоть Intel, хоть Nvidia, хоть Apple, хоть Google, хоть Xiaomi, хоть кому-либо еще, важны только наши деньги. Они создают иллюзию прогресса, дают нам какой-то прирост в 5-10% из года в год, и если отсутствует конкуренция, как это было еще не так давно, то мы бы получали 4-х ядерники каждый год. Вспомните, вначале 2600K, потом 3770K, потом 4770-4790, далее вообще незаметно проскочили бродвеллы со своими 5775, потом Skylake 6700K и Kabylake 7700K, а тут AMD выпустили Ryzen и предлагали 8-ми ядерники за те же цены, что у Intel были 4. Естественно, синий гигант на все это дело отреагировал, вначале они выпустили 8700K, после показали 9700K и 9900K, а дальше вы и сами знаете, тут и 10-ядерный 10900K, и небольшой шаг назад с 11-м поколением, где в топе был 8-ми ядерник, и вот наконец мы получаем 16-ядерный процессор, ну и то с ним все не так однозначно. Да, по многопотоку он догнал полноценный 16-ядерный Ryzen 9 5950X, а по синглкору сильно вырвался вперед. И да, я совсем недавно рассказывал в отдельном видосе, почему у Intel все получилось, где были детали архитектуры Golden Coe, которые в итоге дают такой вот хороший прирост к производительности. Это кажется даже чем-то невероятным в сравнении с тем, что было в прошлые годы. Ведь по сути, с момента выхода Skylake 6700K и до 10900K ничего не менялось, кроме разгона и количества ядер. Да, в 11-м поколении немного обновили архитектуру, и оно как бы стало покруче, и вот в 12-м мы увидели уже и DDR5 память, и куда более интересную архитектуру. Это все кажется уже крутым нововведением, именно поэтому я считаю, что у Intel в принципе все получилось. А что 12900K, что 12700K, и 12600K, и даже 12400, все это хорошие и даже крутые процессоры за свои деньги. Как минимум до момента выхода Ryzen на Zen 4. Вы только посмотрите на эти официальные цены. 12900K за 589 долларов, а KF за 564. При том уже 12700K можно взять за 409, а KF за 384. А что же до i5, которые по своей сути 10-ядерные и 16-поточные? Так тут и вовсе, 289 баксов за K и 264 за KF. Да, их приходится сравнивать с актуальными 5000 Ryzen, которые правда вышли в ноябре прошлого года, и уже в общем-то прошел практически год с момента их выхода. И да, безусловно, такие вот процессоры показывают неплохой прирост производительности. Повторюсь, это будет отличный продукт за свои деньги, особенно если вам нужно прямо сейчас купить новый комп. Без апгрейда на актуальной материнке, а именно собирать полностью свежую конфигурацию. Плюс еще и неплохая интеграшка есть, чтобы какое-то время пересидеть без видеокарты. Но уже в январе AMD покажут Zen 3 Ryzen с применением технологии 3D V-Cash, где будет минимум 15-процентный прирост производительности в играх. Это то, о чем нам сообщали еще летом. А с учетом новых мелких оптимизаций, прирост может оказаться еще больше. И в софте он также будет выше. То есть, по многопотоку 16-ядерный Ryzen 9 5950 XT обгонит 12900K и прямо-таки значительно процентов на 15-20. И 12-ядерный 5900 XT на те же процентов 20 обгонит по многопотоку 12700K. Но, к сожалению, по сингл-кору они либо сравняются, либо все же AMD будут немного отставать процента на 3, может 5. А главным плюсом будущих красных новинок станет обратная совместимость с актуальной AM4 платформой. Правда, насколько я понимаю, работать они будут лишь на 500-х материнских платах. AMD как можно сильнее постарается ограничить обратную совместимость, чтобы вы и материнки все же приобретали. Хотя чисто конструктивно ничего не помешает даже 5950 XT поставить на А320 плату. Просто такого биоса не будет в доступе. Хотя, если учитывать мой прошлый выпуск новостей технологий, где я рассказывал о обратной совместимости 5000-х райзенов с А320 платами от Gigabyte, то мне кажется, со временем и такое развитие событий более чем возможно. Получается, уже в январе выбор будет чисто идеологическим, как это получилось, когда вышли 3000-е райзены на Zen 2. Где-то красные показывали себя лучше, а где-то синие. Конечно, Intel не дремлет, уже готовятся Raptor Lake, которые будут показаны во второй половине следующего года, и вот уже они будут конкурировать с Zen 4 райзенами. Учитывая все эти нюансы, создается впечатление, будто бы действительно все это какой-то искусственный и ненастоящий рынок. Будто бы AMD с Intel уже давно договорились о таком вот замедлении прогресса. А вот эта иллюзия полноценной здравой конкуренции, хоть и убеждает, но заглядывая в перспективу, не внушает доверия. А самое главное, о чем стоило сказать, вот эти вот тесты Leadership Gaming Performance, где 12900K сильно отрывается вперед и от 5950X и от 11900K, целенаправленно проводились на Windows 11 ранней версии без патча, который улучшал работу L3 кэша в AMD-шных райзенах. С одной стороны, я развеивал этот миф, и он говорил о том, что разница в производительности совсем невелика, она доходила буквально до 5% в сравнении с Windows 10, а после патча они в принципе сравнялись. Но с другой же стороны, вот это и есть вранье от Intel, махинации с тестами. Если бы не использовалась ранняя версия Windows 11, а был бы все-таки установлен патч, улучшающий производительность райзенов, по итогу разрыв не казался бы уже таким ощутимым. И на деле, в среднем, прирост производительности именно в играх получается, ну где-то на уровне 15, может 17%, и то в зависимости от проекта. То есть, после выхода 5000-х райзенов XT, как я уже и говорил ранее, будут проекты, где AMD-шные процессоры покажут себя лучше, но и останутся те, где Intel вырвались вперед. А по многопотоку красные вернут себе былое лидерство. Все-таки полноценные 16 ядер оказываются мощнее. Сочетание 8 больших и 8 малых. А что же до приятных цен 12-го поколения? Вот эту вот картинку по снижению стоимости 5000-х райзенов я показывал в прошлом выпуске. Модели с применением технологии 3D V-Cash выйдут по тем же ценам, по которым изначально были топовые модели. А актуальные процессоры подешевеют. Девятый райзены на 100 баксов, а седьмой и пятый на 50. Настолько все складно получается, каждый дышит друг другу в спину от поколения к поколению, что, честно говоря, непонятно во что вообще верить. И именно поэтому я бы хотел почитать ваши мысли в комментариях. Следующий момент, по которому я бы хотел пробежаться, это технология Intel XE-SS. Синие уделили ей чуть больше внимания на недавней конференции Intel Innovation, где, в общем-то, и была показана платформа LGA 1700, Older Lake и все прочее. Естественно, вспомнили про готовящуюся дискретную графику и показали работу технологии XE Super Sampling. На примере игры Hitman 3, а позже еще и The Rift Breaker, про которую лично я впервые слышу. Сама по себе технология XE-SS должна будет работать на всех более-менее современных графических процессорах, в том числе AMD и Nvidia. То есть это открытый суперсэмплинг, в отличие от того же DLSS от Nvidia. И да, именно с зелеными планируют конкурировать с синие, ведь AMD-шная FIDRIT FX Super Resolution это все же совершенно другая история. Если у AMD мы получаем масштабирование плюс фильтр резкости и некоторую другую мелочевку, то у Intel и Nvidia используются нейронные сети, которые улучшают качество масштабируемой картинки. И да, повторюсь, что немаловажно XE-SS будет с открытым исходным кодом. Однако лучше суперсэмплинг от Intel будет работать именно на собственной дискретной графике, ведь для этого предусмотрены специальные матричные движки. Плюс, насколько я понимаю, будущие интеграшки в синих процессорах также смогут неслабо буститься от XE-SS. А упор на всю эту работу с матрицами мы уже получили в Alder Lake, а в будущих процессорах все это станет еще серьезней. Чего только стоят IMX инструкции. Правда, опять же, все это пока что ограничивается серверными процессорами и, возможно, будущим хай-энд сегментом Sapphire Rapids X. То есть прогресс искусственно тормозится, а на деле тот же IMX мог бы работать и с Alder Lake'ами. В любом случае, конкуренция это всегда неплохо, такие технологии не могут не радовать. Хочется верить в лучшее, правда, так или иначе, это все равно приводит к завоеванию доверия будущих покупателей. То есть, повторюсь, всем компаниям нужны только наши деньги. А теперь я бы хотел затронуть несколько интересных новостей, связанных с 12900K. А именно, он попал в руки немецкому энтузиасту Роману Хартунгу, более известному как Derbauer. Он в первую очередь заглянул под крышку новых процессоров. Кристалл действительно выглядит меньше в сравнении и с 11900K и с 10900K. Десятинаметровый техпроцесс пошел на пользу, хоть и подложка значительно увеличилась. Сюда же в тему идет слайд с онлайн-презентацией MSI Insider, где есть сравнение кристаллов процессоров 12-го поколения, а именно топовых решений и тех, которые пойдут в младшие процессоры, одним из которых станет как раз-таки очень крутой Core i5-12400. Так вот, как оказалось, там используется меньший кристалл, на нем физически отсутствуют малые ядра. То есть, это не отбраковка от топовых решений, а реально отдельные кристаллы. У них даже степпинг разный. А что же до площади? Топовый кристалл получил чуть больше 215 квадратных миллиметров, а младший практически 163. Короче, разница ощутимая, и возможно на этом все же немного экономится кремний. Плюс вот этот вот интеловский трейд-директор, который нужен для того, чтобы адекватно работали малые и большие ядра в сочетании, просто не нужен для того же 12400, ведь там используются только лишь высокопроизводительные ядра Golden Coe. Короче, младшие процессоры нас еще приятно удивят. Правда, увидим мы их лишь в следующем году. А что же до топового i5 12600K и KF, да, это отбраковка от 12700K и 12900K. Кстати, помимо всего прочего, свеженький интеловский топ установил новый рекорд. Американский гуру оверклокинга Ален Джолай Бирсач, известный под ником Splave, отличился в экстремальном разгоне 12900K. Для этого использовалась материнская плата, а срок Z690 Aqua OS Edition, 1600-ваттный блок питания EVG Supernova и пара модулей DDR5-4800, которым, кстати, покорился режим 6200 с задержками CL34. Охлаждался свеженький i9 испарителем жидкого азота. И вот в таком случае его получилось разогнать до 6.8 ГГц по большим ядрам и до 5.3 по малым. В таком режиме Proc успешно завершил тестирование в Geekbench 4 и 5. А вот для прохождения XTU 2.0 пришлось снизить частоту больших ядер до 6.7 ГГц. Вот вам итоговые результаты в бенчмарках, и их можно смело считать абсолютными рекордами. Ведь, например, по синглкору рекордсмен это 11900K, работающий на 6.7 ГГц, который смог набрать 2309 очков. Тогда как у нашего 12900K 2740. А по многопотоку рекордсмен 5950X, разогнанный до 5.2 на все ядра. Он набрал чуть менее 21000 баллов, когда у 12900K более 26.5. Да, все это под жидким азотом и чисто для циферок, но судя по достойному разгонному потенциалу, можно добиться хороших результатов и под воздухом, хоть и далеких от этих рекордов. Кстати, сюда же в тему можно добавить и ноутбучный Core i9-12900HK. Он относится к семейству Older Lake P, то есть это мобильный 14-ядерник на 20 потоков. Очень неплохое решение. В перспективе его теплопакет должен быть зафиксирован на 45 ваттах, и судя из результатов теста Geekbench 541, на сегодняшний день 12900HK это самый быстрый процессор для ноутбуков. 1851 баллов в синглкоре и 13256 в многопотоке. В таком случае по одноядерной производительности он на 350 баллов вырывается от топа AMD Ryzen 5 950HX, плюс более чем на 200 уходит вперед от 11980HK актуального синего топа, и самое главное, есть даже неплохая разница с эпловским M1 Max, который только-только показали, и в момент презентации это был абсолютный лидер по синглкору, но уже сейчас инженерный ноутбучный Older Lake P показывает более крутые результаты. А ведь это даже не 12980HK, а обычный 12900, то есть топовый Older Lake P получит еще МГц 100, а может даже 200 к турбобусту, и получается наберет еще больше баллов. Ну и по многопотоку происходит примерно та же история. Правда отрыв и от Ryzen, и от прошлого i9 просто нереальный, а главный конкурент это эпловский M1 Max, который все равно удалось обогнать. Тем не менее, купертиновский процессор мы можем получить лишь в технике от тех же Apple, то есть в обычных ноутбуках мы чего-то такого не увидим. А главные конкуренты в лице 5000-х мобильных Ryzen'ов и 11-го поколения Intel Core очень сильно отстают. Причем здесь уже никто не будет говорить о нереальном энергопотреблении, ведь эти процессоры укладываются в рамки 45-ватт TDP. Ну и чисто теоретически тут же 12-980-ички могут уложить в рамках H55, то есть 55-ватт TDP. Результат очень достойный. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, а также обязательно ставьте лайки, если вам понравился выпуск. Плюс не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик, дабы не пропускать никакие видосы. Спасибо за просмотр, удачи и до новых встреч!